Приветствую вас, Ангелина. Скажу вам честно и прямо. Я точно не понимаю, что происходит в ваших отношениях с вашим мужем. Я тоже не понимаю. Потому что я не знаю ваших отношений с мужем, я не знаю, на чем они выстроятся. Я не знаю, какой ваш муж-человек, я не знаю, какой вы-человек. Я не знаю, что вас объединяет, что вас связывает. Я не знаю история ваших отношений. Я не знаю уровень и степень вашего доверия. Я не знаю того, как вы друг с другом взаимодействуете. Я всего-всего-всего не знаю. И вы предлагаете, даже не так, вы предполагаете, вы предполагаете, предполагаете, что это в нами. Вы не знаете, что происходит в ваших отношениях с мужем, но вы думаете, что это в нами. Я вам должен рассказать, ну вот, как бы так сказать, ну, наверное, неприятную вещь, да, я должен сказать, что мы не знаем. Мы не знаем, что происходит с вами, мы не знаем, что происходит в ваших отношениях. Вот. И к сожалению, к сожалению, у нас нет информации об этом. Поэтому я могу только, например, предполагать. Ну вот. Ну, мне кажется, что абсолютно все эксперты, которые сейчас вам отвечают, могут только предполагать. Потому что других вариантов здесь попросту нет, как мне кажется. И, соответственно, да, что-то изменилось, что-то сломалось, что-то поменялось. Обязательно, что это плохо. Кризис, если это кризис, это всегда хорошо, это всегда возможность увидеть новую грань себя, новую грань другого человека. Кризис, это всегда возможность вырасти немножко как над собой, так и над миром. Вот. И мне кажется, что вот в этой вот гонке, которой вы волей-неволей оказались со своим мужем, да, вот. Вы вполне могли не заметить каких-то каких-то вещей. Вы вполне могли не заметить каких-то моментов, связанных с тем, что происходит между вами и, там, словно, вашим мужем, да. Вот. И вот мне кажется, мне кажется, что это вот такой достаточно важный момент, на который вам нужно обратить внимание. Следующее. Довольно сложно, мне кажется, заниматься созданием своего поведения в интимной сфере, если от успешности его, зависит от того, как воспринимает человек сам себя. Иными словами, то, что у вас упала самоцелька свидетельствует о том, что вы и раньше, скорее всего, в себе сомневались по какой-то причине. Но, либо это подавлялось, либо это компенсировалось, купировалось, ну, вот, вашей моделью поведения, успешностью в интимной сфере и так далее. А сейчас, когда это произошло, то, это опять дало вас признать. То есть, иными словами, иными словами. Мне кажется, что проблема заключается ваша в том, что еще до того, как начались проблемы во взаимоотношениях с мужем, вы уже тогда сомневались в своей привлекательности как женщины. И когда случилось, случился какой-то кризис, а кризис случается, это неизбежно. Вы оказались к этому не готовы в силу избегания боли от того, что есть проблемы. И об этой боли, вообще, вам нужно разобраться об этой боли, что она из себя представляет, вот, вообще, в принципе. Ну, что это такое? Это первое. Второе, это, собственно, научиться ее выражать, вот. Ну, потому что, опять же, муж, может быть, может считать, что... Вы просто капризничаете, например. Муж может считать, что вы просто беситесь. Муж может считать, что вы не цените его, там, действия, что вы к нему придираетесь. Ну, то есть много, да, достаточно есть моментов, если вы до человека вот не донесете то, что вас волнует. К сожалению. Вот. Поэтому... Эм... Момент здесь, эм... Мне кажется... ...эм... ...достаточно важный. И вам, в свою очередь, на это нужно обратить внимание, на то, что вы делаете со своей болью, которую вы списываете, да, то, что вы ощущаете, да, вот, и я бы сказал, что довольно сложно стараться решить проблему мужа, например, хотя это проблема и его, и он её, но ему нужно эту проблему решать, не вам, а ему. Вам лишь нужно выразить, ну, вам лишь нужно выразить свою позицию по данному вопросу, выразить своё желание, то есть обозначить свои потребности, которые у вас есть. Эти потребности, ну, как мне кажется, эти потребности вполне естественные, эти потребности вполне нормальные, эти потребности вполне адекватные, да, если вы о них скажете человеку, например. Ваша задача сделать это. Ваша задача, она в этом, только лишь. А дальше вы смотрите на то, как ваш муж реагирует на то, что вы ему говорите, на то, что вы ему, вы ему там, выражаете, к примеру, вот. И, смотря на это, смотря на то, что он вам выражает, вы уже можете делать какие-то выводы, вы уже можете, условно говоря, реагировать своими ответными реакциями ему, и будет получаться какой-то контакт. Ну, потому что, повторюсь, да, что ваши желания, они, ваши потребности, физиологические в том числе, потребности, они вполне естественно, ненормальные, вот. Но если говорить именно о потребностях, да, а не стараться подвести человека к тому, чтобы он дал вам почувствовать себя, ну, желанно. Ему это делать не обязательно. Он может. Конечно. Он может это делать. Но не должен. Такая вот история. Вот. То есть вы здесь, по сути, проявляете свою зависимость. А человек чувствует, что вы от него, возможно, зависимы, и это его напрягас, это ему тяжело. Вот. Ламмин это отбивает у него желание. Потому что ощущение, что, ну, ощущение, что вынимает с вами любовь, и данный момент вы хотите там, занять на любовь, а чтобы доказать и проверить, что вы желан, желан. Ну, согласитесь, не очень хорошее подвипство. Поэтому, как бы, мне кажется, кажется, что вот такой момент, наверное. Дальше, значит, обиду тоже необходимо выразить, адекватно выразить, понятно выразить, вот, вырубите, что пытаются как-то возбудить, не получается, назначать ли это, что вы не знаете своего мужа, потому что как-то он неуверенно, это, без искорки, искусственная, вот, что вам делать, Ангелина, ну, в первую очередь, разобраться в себе нужно, вот, смотреть, что вы хотите, так бы я рекомендовал совместную терапию с мужем вашим, на этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...